Приветствую вас. Я думаю, что ваш вопрос можно разделить на две части. Первая часть состоит в том, чтобы выяснить, Дмитрий, почему вы поступили именно так, как поступили. Без обвинений в вашу сторону, без каких-либо оценок ваших действий. Просто разобраться в том, почему вы так поступили. Просто разобраться в том, почему вы поступили именно так. И так поступили. Вот. Это первое, что можно сделать, что нужно сделать. Потому что же что-то вас подвигло на то, чтобы позевать кошку, пугать кошку и так далее. Второй момент. Это ответственность за то, за что вы, в принципе, не отвечаете. То есть я хочу сказать, что вы не ответственны за определенные моменты, но вы эти ответственность на себя берете. И видите, получается, такая внешне парадоксальная, но на самом деле вполне закономерная история, когда человек, не отдавая себе отчет в том, что он делает и в том, почему он так поступает именно так, а не иначе. А потом берете на себя ответственность за то, в чем он, в принципе, не виноват. И того, что он предвидеть, в принципе, не мог. Вот. И вам вот этот вот дисбаланс нужно восстановить. Потому что в противном случае вот эти ситуации, они будут повторяться еще. Вот. То есть если я не отдаю себе отчета в том, что я делаю и как, и если я не отдаю себе отчета, для чего я это делаю, что я хочу получить, например. Ну, например, по итогу, да. Вот. То в этом случае, в этом смысле, я за свои действия ответственности не несу, не отвечаю. Но, когда возникают последствия действий тех или иных, я от этого страдаю. И это нормально. Потому что упущение одних аспектов приводит к нарастанию значимости других аспектов. Дмитрий. Может быть, в этом была некая ваша цель скрытая. Может быть, вы хотели, хотели испытать вину. Хотели себя за что-то наказать. Потому что, согласитесь, ваши действия, они странные. Вперва я подозвал, потом напугал, потом хотел оказать помощь. Когда-то не вяжется. Нет единой схемы поведения. Нет целостности. Такое впечатление, что вы не знаете, чего хотите. И в этом смысле, абсолютно нормально то, что вы испытываете. Вина, как бы, говорит вам, разберись в себе, изучи себя, посмотри, что ты хочешь. Посмотри, за что ты отвечаешь. Отвечай за то, что твое. Понимаете? У чего есть расплата? Вам тяжело от чувства вины? Проследите за этой тяжестью. Что именно тяжело? За что вы себя вините? Что вы обесцениваете в себе? Я уверен, что результаты вас заинтересуют. Учаясь с ними, можно будет записаться на консультацию и раскрыть более подробно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.